БИСМИЛЛАХИРРАХМАНУРРАХИМ АЛЬХАМДУЛИЛЛАХ ВАССАЛАТУ ВАССАЛАМУ АЛА РАСУЛЛИЛЛАХ ВАЛА АЛИХИ ВАССХАБИ ХАЧМАИН АММА БААД Начнем грамматический разбор суры Курайш БИСМИЛЛАХИРРАХМАНУРРАХИМ ЛИ ИЛАФИ КУРАИШ РАДИ ЕДИНЕНИЯ КУРАИШИТУ ЛИ ИЛАФИ АЛЛАМА ЭТА ХАРФУ ДжАРИН Предлог родительного падежа МАБНИУ АЛЯ КАСРИН С неизменяемым окончанием с касры на конце ИЛАФИ МАДЖРУР МИЛЛЛАМИ Поставлен предлогом лам в состоянии джар Родительный падеж ВАЛАМА ТУ ДжАРИН Признак падежа в джар в этом имени АЛЬ КАСРАТУ ЗЛАХИРАТУ АЛЯ АХИЛИХИ Явная каср на его конце Что касается того, с чем данный АЛЬ ДжАР УАЛ МАДЖРУР состоит в смысловой связке То насчет этого есть большие разногласия Так некоторые ученые считают, что ЛИ ИЛАФИ То есть этот АЛЬ ДжАР УАЛ МАДЖРУР Состоит в смысловой связке с глаголом ФАДЖААЛЛАХУМ МУТАЛЛУКУН БИДЖААЛЛАХУМ То есть он сделал их То есть владельцев слона Подобными изъеденным листьям ЛИ ИЛАФИ То есть Аллах сделал это для единения Курайшиту Они говорят, что Сура Курайш Это продолжение Сура АЛЬ ФИЛ Некоторые сподвижники даже записывали эти две Суры Как одну, как одну Суру Однако более правильное мнение На которое некоторые приводят ИЖМА То есть единогласное мнение Что это две разные Суры Некоторые сказали, что ЛИ ИЛАФИ Состоит в смысловой связке Со скрытым АМЛЕМ ФАКТОРОМ То есть со скрытым глаголом Например ФААЛЛАХУ ЗАЛЛКУ Аллах сделал это И тому подобное То есть Аллах сделал это То есть уничтожение владельцев слона ЛИ ИЛАФИ Курайшин Ради единения Курайшитов И так далее Автор самого авторитетного Тафсира Ибн Джаририн АТОБАРИ РАХИМАХЛЛАХ Говорит в своем Тафсире Что АЛЬЖАРУ ВАЛМАЖРУР ЛИ ИЛАФИ Состоит в смысловой связке Со скрытым глаголом ИАДЖАБУ То есть удивляйтесь Удивитесь Единению Курайшитов ФАЛЛАМАЛЬТААДЖУБИ Говорит он То есть так предлог ЛАМ в ИЛАФИ Указывает на удивление Выражает удивление Что являлось известным методом В речи арабов АТОБАРИ Говорит Правильным толкованием На этот счет является то Что предлог ЛАМ в ИЛАФИ Обозначает удивление И смысл этого такого Удивляйтесь Единению Курайшитов В их поездке летом и зимой И тому что Наряду с этим Они оставляют поклонение Господу этого дома То есть Кааба Который накормил их От голода и так далее Он говорит Когда арабы употребляют Этот ЛАМ И добавляют его В свои речи Для выражения удивления Они ограничиваются Этим ЛАМом Вместо глагола С которым он состоит Смысловые связки То есть получается Что предлог ЛАМ в ИЛАФИ В этом Аль-Джару Аль-Маджрур Уполняет роль Глагола ИАДЖАБУ Удивитесь Дальше Ат-Тавари Рахима Аллах Приводит в доказательство Сказанных им слов Слова поэта Агарр ка ангавлю Ли куррота шааара То есть неужели ты Обманулся тем Что они сказали Удивитесь курре То есть человек По имен курра Как поэту То есть в качестве поэта То есть удивитесь тому Что курра является поэтом Здесь поэт вместо глагола ИАДЖАБУ Со значением удивляйте Упомянул только Харф ЛАМ ЛАМ Который указывает На данное удивление То есть здесь Этот ЛАМ Как бы заменяет собой Глагол ИАДЖАБУ Значение удивляйте Это был известный Рабам того времени Метод речи Ат-Тавари выбрал этот вариант А разъясняя то обстоятельство Почему он не выбрал Мнение тех Кто считали Что Аль-Джару Аль-Маджрур То есть Ли ИЛАФ Связан с упомянутым В предыдущей суре Аль-Филь Глаголом ФАДЖАЛХУМ Он говорит что В этом случае Получалось бы Что глагол ФАДЖАЛХУМ Приводится в одной суре А связанный с ним Аль-Джару Аль-Маджрур То есть Ли ИЛАФИ Приводится в другой суре Он говорит А мы не сомневаемся Что это две разные суры Согласно мнению Ат-Тавари Который говорит Что Ли ИЛАФИ Связан по смыслу Со скрытым глаголом ИАДЖАБУ Смысл у нас будет таким Удивитесь единению Курейшитов И оставлению ими Поклонения Господу Этого дома То есть Кабы Который и Облагодетельствовал их Этим благом Есть еще и другое мнение Который считает Что Аль-Джару Аль-Маджрур Или ИЛАФИ Состоит в смысловой связке С глаголом Ли Абуду В третьем айте То есть Пусть Курейшит Поклоняется Господу Этого дома Из-за единения их В поездках зимой и летом Мы же ограничимся Вариантом Который выбрал Имам Ат-Тавари И проведем Грамматический разбор Согласно этому варианту То есть ИАДЖАБУ Ли ИЛАФИ Курейшин Иншаллах Начнем следующий урок С разбора глагола ИАДЖАБУ Аллаху А'лам